Канобу.ру представляет Продолжительность ожидаемых игр — это довольно животрепещущая тема. Действительно, мы должны знать, за что отдаем свои 2 500. Продюсер Resident Evil 6 Йошиаки Хиробаяши понимает важность этого вопроса и поэтому делится информацией. Каждая из трех сюжетных веток за Леона, Криса и Джека будет длиться примерно на 20-30% меньше, чем Resident Evil 5. Если вспомнить, что пятая часть проходилась часов за 8-10, то в целом на продолжение мы потратим от 16 до 25 часов. Неплохой показатель. А вот сколько времени мы проведем за Энерки Рейнс, пока неизвестно. Разработчики только-только определились с датой релиза. Безбашенный боевик от довольно известной японской студии Platinum Games переносился не один раз. На этот раз издатель Sega заверил, что новинка поступит в продажу в первом квартале 2013 года. Причем только для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Надеюсь, что игра все же выйдет в срок, ведь все мы помним не очень радостную историю с Devil's Surf. Тем временем, на другом конце мира, где не очень любят подобные игры про насилие и брань, наконец-то одумались. Правительство Австралии готовит закон, который разрешит продажу жестоких игр. Новый рейтинг R18+, будут лепить на все игры со сценами насилия, секса, бранью и алкоголем. Ну, типичная GTA. Это крайне радостная новость для всех австралийских игроков и для игровой индустрии в целом. Раньше подобные игры или подвергали жестокой цензуре, или вообще запрещали к продаже. Например, любимый в России Mortal Kombat жители этой страны так и не увидели. Компания Microsoft анонсировала новую модель планшетов Surface. Самое интересное, что в защитную обложку будет встроена полноценная клавиатура с трекпадом. В одном из рейтинговых агентств проскочило название дополнения для шутера Rage. Он будет посвящен клану Scorchers, миссии с которыми вырезали незадолго до релиза игры. Новая пачка дополнений для Modern Warfare 3 появилась в Xbox Live сегодня. В нем новая карта для Spec Ops и сразу 3 для режима Face Off. А вот что интересного на Канобу. Первая в России рецензия на новое дополнение для Battlefield 3 Close Quarters. Эксклюзивный материал Мэтью Эдвардса о самых важных тенденциях, прошедшей E3 2012. Завтра свежий выпуск мобильной передачи без проводов. Ну а в четверг трансляция по серии игр Halo. Самое время узнать, чем же та хороша история мастера Чифа и почему его не очень любят в России. Не забывайте почаще заходить на сайт. Вас ждет много интересного. Это были все новости на сегодня, так что давай до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!